Мир Дому Вашему! С Миром! Молитесь всегда и тихо. Боже, будь милостив ко мне грешным. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил Господи. Прости меня грешного и помилуй меня. Достойно есть я, кого истину блажить тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, Матерь Бога, наших счастнейших, урвимых, славнейшего, истину Серафим, безвестление Бога, Слово, Рожешу и Сущую, Богородицу тебя величайя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскрес и измертый Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвы ради причистой Твоя Матери и силы щаснагожетворящего креста, святых ангелов наших хранителей, всех ради святых помилуй и спаси нас, Господи, благослови, благослови. Аминь. Боже, милостью, будь мне грешным, создав имя Господи, помилуй мя. Бесчиславия согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Замолицы святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, яка не корише благое сотворих пред Тобою, но избави меня от лукавой, да будет мне воля Твоя, да неосужденный отверзу уста мои достойный, восхвалю имя Твое Святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, утешитель души истины, и живи с Десы, и вся исполняй сокровища благих и жизнеподателю. Приди и вселися вны, и очисти вны от всяких скверны, и спаси и блажи души наши. Святые Божи, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божи, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божи, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые посети и сыни немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и Си на небесе, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земли. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем блажняком нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лука вагон. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Оставши от сна, припадаем тебе блажь, ангельскую письму пьем тебе сильный. Свят, 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 Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Цуи, Сыну и Святому Духу, отодраясь на воздвигме, Иси Боже, умы просвети и сердцею, с немой отверзивая, же петь, и те святая Троица. Свят, 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 Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. И ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приид, и кое-гоже деяния обнажаться, но страхом зовем полунощи. Свят, 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 Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, От сна в отста благодарю Тебя, Всесвятая Троица, ко многе рая Твоя благость и долготерпение не прогнелся на меня ленивый и грешный, погубил меня с беззаконием моими, но человек олюбствовал, и все обычно, и в нещаянии лежащего мя воздвигме, и си, мое же утренче словословице, держа у Твоей ныне, владыка, просвети мои очи мысленные, отверзли мои уста, поучайтесь со словесем Твоим, и разуметь и заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите поклонимся, Цареве нашему Богу, Придите поклонимся, Христу Цареве Богу нашему, Придите поклонимся, и припадем к самому Господу, Иисусу Христу, Цареве и Богу нашему. Псалом 124. Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек. Гора – окрест Иерусалима, а Господь – окрест народа своего, отныне и вовек. Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных, дабы праведные не просерли рук своих беззаконию. Благотвори, Господи, добрым и правым в сердцах своих, а совращающийся на кривые пути свои доставит Господь ходить с делающими беззакония. Мир на Израиля! Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш – пение. Тогда между народами говорили «Великое сотворил Господь над ними!» «Великое сотворил Господь над нами!» «Мы радовались!» «Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень!» «Сеявшиеся слезами будут пожинать с радостью!» «С плачем несущие семена, возвратиться с радостью, неся снопы свои!» «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его!» «Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж!» «Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, и идите хлеб в печали!» «Тогда как возлюбленному своему он дает сон!» «Вот наследие от Господа, дети!» «Награда от Него плод чрева!» «Что стрела в руках сильного, то сыновья молодые!» «Блажен человек, который наполнил имя колчан свой!» «Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах!» «Блажен всякий, боящийся Господа, хотящий путями его!» «Ты будешь есть от трудов рук твоих!» «Блажен ты и благо тебе!» «Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем!» «Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей!» «Так благословится человек, боящийся Господа!» «Благословит тебя Господь Сиона!» «И увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей!» «Увидишь сыновей у сыновей твоих!» «Мирно Израиля!» «Много теснили меня от юности моей, да скажет Израиль!» «Много теснили меня от юности моей, но не одолели меня!» «На хребте моем орали ората и проводили длинные борозды свои!» «Но Господь праведен!» «Он рассек узы несчастивых!» «Да постыдятся и обратятся назад все ненавидящиеся он!» «Да будут как трава на кровлях, Аминь» «Аллилуйя, Аллилуйя, 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 Слава тебе Боже...» Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобою. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста и восхвалить Святое Имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Восстав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песни спаси. Преподая к стопам Твоим, взываю к Тебе. Не дай мне уснуть в греховной смерти, но сжалься надо мною, добровольно распявшийся. Скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный, безгреховный день, Христе Божий. И спаси меня. Владыка, человеколюбче, встав после сна, я спешу к Тебе. И по милосердию Твоему принимаюсь за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем. И избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения. И спаси меня, и веди в царство Твое вечное. Ибо Ты, мой Творец и источник, и податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда. Я вознажку Тебе хвалу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твою милосердию, Ты дал мне работу и во прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего, удостой мне при свете Твоей истины с просвещенным сердцем исполнять Твою волю ныне и всегда и во веки веков. Аминь. 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 Господи, Вседержитель, Божий, сил, бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущие, озирающие дула земные, наблюдающие сердца и помыслы, ясноведающие тайны человеческие, безначальный, вечный, неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, Бессмертный Царь, прими моления наши, который мы в настоящее время надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст и прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью, вольной и невольной, очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа, и даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия, единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий Судья придется слава воздать каждому по делам Его, да найдет он нас нележащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей Его, и готовыми войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его, где непрестанные голоса торжествующих и невыразимая радость, видящих несказанную красоту лица Твоего, ибо Ты – истинный Свет, просвещающий, освещающий весь мир, у Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. 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 Святый ангел, поставленный блестимую бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою, не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни, если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня, как Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и соделал меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами, отгони от меня ничтожного, несчастного, раба Твоего, уныния, забвения, неразумия, нерадения и все скверные, лукавые, хуйные помышления от несчастного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, ибо я несчислав. И избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений, и освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословен от всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Ольга, Анастасия, Анатолий, Катерина, Юрий, Надежда, Сергий, Татьяна, Янис, ибо мы усердно к Вам прибегаем, как скорым помощником и молитвенником о душах наших. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословена Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, ибо Ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, и помилуй людей Твоих, и благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов, и сохраняя силы и креста Твоего, Церковь Твою. Спаси, Господи, и помилуй от самого духовного Игнатия, батюшку Иоакима, родители, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетели и всех ближних моих, и друзей, и всех православных христиан, подай им Твои земные и небесные блага, не лиши их милости Твоих, посети их, укрепи и силы Твои, дар им здравия и спасения души, ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Упокою, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей и всех православных христиан, прости им все грехи, вольные и невольные, и дар им Царствие Небесное, со святыми упокой, Христе, душу рабов Твоих, правоцев, отцов и братьев наших, там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная, воистину достойно прославлять Тебя, как Богородицу, всегда влаженную и пренепорочную, и Матерь нашего Бога. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога, Слово, достойную большей почести, чем Херувимы, и несравненно славнейшую, нежели Серафимы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради Пречистой Твоей Матери, преподобных, богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Боже наш, милостивый небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя, и которых предаем на Твое попечение и защиту. Вложи в них крепкую веру, научи их благоговеть пред Тобою. Удостой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истинной добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи их благочестиво, добродетельно жить, быть добрыми христианами и полезными людьми. Дай им здравия, душевное и телесное успех в трудах, избавь их от хитрых козней дьявола, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяких нечестивых и беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам Его Прочистой Матери и всех святых. Приведи их к тихой пристани Твоего Вечного Царства, чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя с единородным Твоим Сыном и Житворящим Твоим Духом. Аминь. Господь Боже наш, воззри на детей наших, не спошли на них духа премудрости, разума, благочестия, просвети их светом Твоего Евангелия, потому что Ты источник премудрости. Тебе слава возносим ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Игнатий Хочу молитесь. Спасибо Господи, Павел Александрович, Родители, Сродников, Благодесников, Метрополита Илариона, Епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, Священна Рея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима, Зосима, Олипия, Андрея, Максима, Владимира, и Глебу не дай погибнуть, Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, Епископа Максима, Сергия, Метрополита, Патриарха Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, Тихона, и весь священнический иноческий чин, и высшие истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И нам дай еще священник, если угодно Тебе, Господи, смири власти воинств Твоих, наведи страх Твой на них, и через них сотвори благое от церкви Твоей, и сохрани их от покушения на них, Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана, Нарсултана. Слава Тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить таланты, дарованное Тобой нам. И для сего пошли нам добрых помощников, наставников и советников, и в этот день сохрани нас от всякого рода зла и греха. Спаси и помилуй нас, и сохрани исселение наше от пожара, от воров, от нечистой силы, живущих там Андрея, Игоря, Игоря, Серафиму. И обрати к себе сына ее Владимира. Благослови Людмилу, любовь, Владимир, Алексея и Иосифа. Поприши добрые жители, знающих тебя, любящих уставы твои с детьми. И сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алептина и Рашид при делу общим. Найди новые души. Спаси и помилуй Валентину, Екатерину, Надежду. Анастасию, Наталью, Евгения, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрию, Графиле, Ездру, Александра, 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 Сергея, Сергея, Сергея. Екатерину, Екатерину, Галину. И всех, с кем мы познакомились, кому возвестили слово истины Твоей. Господи, возри на угрозы врагов, на их злодейство против нас. Уменьши их характер, примири их с нами. Александра, 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 Максима, Виктора, Сергея, Алексея. Ты их знаешь, Господи? Не дай исполниться им злых замыслов. И в судный день не помяни их безумия. Благослови благодетели наши, Господи. Нас даем добром Елену, Людмилу, Няню, Павелу. Евгения, Наталья, Надежда, Юрия, Светлана, Эдуардов. Господи, избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. Благослови путешествующих, Раису, Льва, Виктора, Виталия. Господи, даруй силы перенести страдания болящим. Валерия, Илариона, Кирилла, Владимира, Надежду, младенца Анастасия. Валентина, Валентина, Валентина. Татьяна, 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 Анна, Марию. Благодарю тут тебя, Господи, за друзей и за врагов, за здоровье и за болезни. Ибо по твоему благоволению все свое время может оказаться на пользу. Слава тебе! Найди все наше родство, обрати к себе и отростки их. Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. И Романа избавь от духа лжи, упрямства, непокорства, не дай ему погибнуть. Виталию, Никите, дар и духовное рождение, и желание служить тебе всем сердцем. Аллилуйя! Господи, сохрани это наше сокровище в интернете. И книги здесь, и в пути. Благослови тех, кто помогает нам здесь быть. Игоря, Юлия, Димитрия, Виктора, Сергея, Андрея, Андрея, Валентина, Вячеслава, Димитрия. Помилуй нас, Господи. Помилуй нас. И обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Хвала Тебе! Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешим, нанайди отступников, возврати их на путь покаяния, спасения. Николая, Михаила, Александра, Юлию, Анастасию. Аллилуйя! Слава Вышему Богу! На земле мир, в человека благоволение. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который Ты дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и на каноны Церкви, как на истину. Аллилуйя! Воздай в вечности добром тем, кто трудился над моей душой и возрастанием ее, Мария, Степана, Александра, Михаила, Анну. Аллилуйя! Слава Тебе, Божий наш! Пресвятая Госпожа Богородица, Пресвятая Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми. Благодарю Тебя, Матерь Божия, покрой нас, самофором любит Твоей. Господи, воздай добром тем, кто помогал нам в нашем путешествии благовестническом. И благослови Павла, Зинаиду, Владимира Семейской, Людмилу, Надежду, Дмитрию, Сергею. Аллилуйя! Ангел Христок, Хранитель мой святой, моли Бога о мне гречне. Благодарю Тебя, мой добрый ангел, сколько лет Ты хранил и защищал меня от опасностей видимых и невидимых. Прошу Тебя, мой ангел, не покиня в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою помытарством, и введи ее навеки в вечное Царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн, креститель предтеча Христов, моли Бога о нас. Но учти нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным. Никогда никому не завидовать, не роптать, но быть во всем экономном. Аллилуйя! И побуди правителей издавать добрые законы. Дабы народ мог жить достойно, и было из чего уделять нуждающимся. Аллилуйя! И каждому дару жилье Господи Сергею Гавриэлу. Госпоследитель Христов Никола, мирликий, щедотворец, образ кротости, воздержание, добрый архипастор, словесный хавес. Моли Бога о нас. Вы благословите Татьяну и Тамару. И далее помогали в этом деле по музею. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые пророки Божии. Илья, Елисея, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Езра, Нееме, Амос, Наум, Исаия, Еремия, Варок, Изыки, Иль, Осия и Аиль. Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отрок и Пророк, Михей, Авраам, Исаак, Яков. Молите Бога о нас, да исполнит Господь Духом Пророческим Церковь Свою, дабы день прихода Твою наше подшествие не засталось ни готовыми. Но чтобы выше навстречу Тебе, Господи, с горящими святильниками истинной веры и сосудами полными ли добрых дел, Соделанных Духи Святом с любовью. Аллилуйя! Благослови Господи, Стефана, Стива, Джаста и Лидию путешествующую, и в жизни их устрой по воле Твоей Святой. Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, хирургимы и серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящим, Святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Да дарует Господь нам жажду исследовать священное писание, ибо через них мы думаем, жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы. Игнатий Богоносец, Поликарп, Смирский, Устин, Философ, Космай и Дамиян, Андрей Стратилат и Иерон, мученик. Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимий Комедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, сорок святых мучеников. Игнатий Комедийский, Царь Николаевич, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин и Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя Антихриста. Анфиму, Вениамину, да и верую старшие родители за ложное воспитание такое. Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоусов, Афанасий Великий и Прим Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радоневский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Антабольский, Анкараштадский, Аншанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Филарет и все переводчики священного писания. Молите Бога о нас, да сохранит нас Господь в святой православной вере. А замысль еретиков развей и в ничто преврати. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла первомущенница, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетой, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария, Египетская, Прискила и Акила, Андроника и Юния, Киприяна, Устина. Молите Бога о нас, да дарует Господь женам и девам послушание и молчание, целомудрия и стыдливости. И сохрани их от всяческого поругания. Господи Божий наш, и исправь не покорилась Галина и семейство Евгении, Надежда, Надежда, Святона, Мария, Раиса, Мария, Евгения, Евгения, Людмила и Анна. И прими нашу молитву во изъяния рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное, перед присолом благодати Твоей, Господи, Владыка неба и земли, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся к Тебе, Господи, на небе и на земле, общимогущий Создатель. Услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, мы просим во имя Иисуса Христа, прими наши молитвы о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Говори, Господи, Владыка, Господи, Владыка живота моего, дух праздности уныне, либо начале празднословия и сребролюбия. Душа целомудрия, смиренно мудрия, терпение и любви, дары мне рабу Твоему. Говори, Господи, Царю, даруй мне зреть и мое прегрешение, и не осуждать и брата моего. Благословен Иисусе во веки веков. Аминь. Боже, очисти меня грешных, помилуй меня. Господи, будь милостив ко мне грешным. Хвала Тебя, Маши Иисуса. Благодарю Тебя за все милости, скорби и печали, которыми Ты вращуешь души человека. Прости и помилуй. И по Твоему милосердию, долготерпения, и прими молитвы наши. Аллилуйя. Будь милостив ко мне грешным. Да будет благословен этот день и прославлен. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Ибо нет иного Бога, кроме Тебя, столь любящего создания Своего. Аллилуйя. Господи, Владыка живота моего, Дух праздности, уныния, любоначаля, празднословия и сребролюбия не дашь мне. Душа целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, ежи не осуждать и брата моего. Яко благословен Иисусе во веки веков. Аминь. Доброе утро всем. Доброе утро. Доброе утро. Даниловский Сергей, открывай там, там церковная дисциплина. Доброе утро всем. Пока Сергей открывает, я немного скажу. Апостол Павел пишет послание к Коринфянам. Если ты молишься, прославляешь Бога, а тебя не понимают, то как входящий может сказать аминь? То есть на каждую молитву все должны отвечать аминь. Аминь означает истина. Да будет так. Вот это надо помнить. То есть ты делаешься участником молитвы. Если молятся люди, а ты не согласен с молитвой, ты не говоришь аминь. Ты отвечаешь и за то, что молчишь, и за то, что говоришь. Аминь. Это не просто конец. Думают. Ну, конец, это аминь. То есть да будет так. То есть это истина так. Я подтверждаю Господи и соединяюсь. То впервые пришедший, не понимающий, как скажет аминь. Апостол Павел удивляется. Если простоял молитву и не сказал аминь. Запомните это. Это не прихоть человеческая. Это и по смыслу правильно. Мне говорят, ты молился с еретиками. Не молился я. Они в молитве сказали слова, которые не православные. Я не сказал аминь. Я не участвовал в слове. Но если они молятся, самые негодные еретики, и считают отче наш, как я могу сказать не аминь? А люди тупо, трапоретно, не понимают этого. А вот ты молился, а они тут рядом стояли. Ну и что? Пророк Илья молился. Рядом жрецы были. Валовы скакали. И что получилось? Так. Продолжай, Сергей, правила. А я буду сразу останавливаться на каждом правиле. Потому что без правил ничего нет. От церковной дисциплины. Памятка о том, что нужно сразу же сделать в каждом храме и следить за тем, чтобы изъятая терния впредь ни под каким видом вновь не произросла. Вот видите, первое. Вот видите, мы приходили, у нас был единственный собор здесь, Покровский в Барнауле. Теперь он в метрополище, в нем все собираются. Старейший, ему больше ста лет этому храму. И мы стояли в дверях, помню. Восковая, она красная, зеленая, синяя, там, ну там всякая мерзость натолканная. Там глаза выедает, катаракту зарабатывает. Попутно сказать, если свещание восковое, его в храм носить нельзя. С ней можно ходить только в сарай или в туалет. Вот, к примеру, сказать. Мы достали воск, берем на пасеки. Ну, было время, некому было близко тут отдать. И одна девушка зашла и говорит, а мама моя, говорит, льет свечи. Я расспросил, все нормально. Ну, я отдал ей. Она приходит быстро так, в этой же неделе уже сделала свечей. А вот такие большие пачки. Я гляжу, они так сильно блестят. Я говорю, а что они, почему блеск такой? Ну, видно, что восковые. Да эта мама маленько там парафин или что-то разогретый делает, чтобы в трубочках не застревали свечи. Как? Она не маслом мазала растительным, елей? Нет, она, она говорит и не знает. Ох ты, на каждой свечке парафин. Ну, сколько там-то, ну, нанотехнология. Я сразу сказал, браковка. Все свечи забраковали. Снова покупаем воск и отдаем. Но уже туда мы не отдадим. Ну, конечно, та женщина огорчена будет. Ну, нас это не касается. Бракодел остается бракоделом. Эти свечи на другие нужды кому надо. А почему? Так это маленькое. О! Мертвые мухи портят благовонную масть мироварника, Экклесиаз говорит. Одна муха. Вот. Надо к этому относиться серьезно. И вот мы сейчас правила будем считать. Их надо везти везде. И это понимают люди. Приезжают архимандриты, там, иеромонахи у нас, фотографируют все. Но это ни день, ни два, а 30 лет. Ну, где-то у себя сделали ни в одном храме, нигде. А что препятствовали? Попы? Епископ? Вот еще еще за новинку такую вводишь. Это раздор. Это единство народа разрушает. Мой брат, отец Аким, ему 41 год, как он в священном сане. И когда уехал, он там с Украины был, который настоятель. Они в это время решили там построить купель, чтобы в полное погружение крестить. А он был, отец Аким, настоятелем большого храма в Тобольске. Это такое место поклонения, столица Сибири. Он знал архиерей, вызвал. Вы что же это делаете-то? Ну как же, положено? Ну положено, а настоятель-то не согласен. Это архиерей говорит. А настоятель, он трижды продан. Сотрудник КГБ и прочее, старик. Нет, это не надо, это народ разделяет. А что так делать? Да ничего, за хвост да в яму. И архиерея всех сразу надо исключать. Не надо этого бояться, каноны не бояться. А тут сегодня попрали каноны, топчутся ногами на ним. Нет крещения истинного, нет таинства истинного. Нет исповеди наедине. Двадцать человек над плечом нависают. У нас тут в другой комнате это должно быть. Или как у католиков. На коленях подошел, а он сидит там в этой исповедальне. Она как зарешетчатая. И он ее не видит, а она его не видит. И она на коленях становится, на возвышение, как ступенька. И рассказывает все, и просит прощения. Ну как-то, ну не так, как у нас везде. Я к тому говорю, что вот мы заходили, когда в храме стояли, отец Геннадий пас, и думали, как от этого избавиться? Даже простое торговлю убрать. А торговля есть, значит, молиться не будут. И что интересно, Осипов это понимает. Удивительное дело. Он понимает, с чем это связано, я не знаю. Ну что-то тут есть такое, думаю так. И он говорит, кому люди служат, приходят в храм, бесам. Заголовок такой, бесам. Если я не ошибаюсь, то, может быть, даже и Дмитрий Смирнов так говорил. Потому что вот это по плечу колотят. Чего? Куда? Куда поставить? Народу много, когда пройти нельзя, и свечки передают. И мы пришли к выводу, сделать ничего нельзя. Единственное, что купить большой амбардный замок и закрыть храм. Все храмы закрыть за раз. Да как-то? Ничего не случится. И начинать молиться богослужением во дворе. Никакой торговли. Если действительно мы не лицемеры. Вот. Начинать с нуля. Ну а дальше уже, кто обращается, кается, по одному запускать храм. И покаявшегося священника запустить. И через цепочку, чтобы 10 охранников стояли. Иначе народ будет ломать двери, через стены полезет, через крышу. Им главное храм забиться, и долопоклонники окаянные. И вот теперь вот эти правила, мы выстрадали их. И говорят, это нельзя выполнить. Наши общины две выходы. И по-другому не было. 27 лет только здесь зарегистрировано, в Барнауле, Крестово-Звиженское, Потеряевке, Свято-Анфимовское. 27 лет. Продолжаем дальше. Слушайте внимательно. Что нужно сделать в первую очередь? Сразу же, повсеместно, ввести полное оглашение, катехизацию, обучение вере Христовой, Приготавливая людей к святому крещению. Срок подготовки от нескольких месяцев до пяти лет. Правила апостола Павла, 14-е. Так вот, остановимся. Книга правил. И там ни одной буквы нельзя тронуть. А их, вот эти правила выкинули. Просто выкинули, и все. Как некоторые священники сегодня выкинули, оглашены из идите. А зачем? Это людей разделяет. То есть, что делать? Храм закрывать. Погань, одна погань идет. Вот человек крещеный был, ну, ни день, ни два жил по психе мира, женился, разженивался, то другое. И сейчас друг показывает по интернету, везде он причащается сразу же. Вчера говорил я около церковной, я неверующий. А сегодня сразу признал Бога, икону повесил и причастился. Геновный во всех канонах нарушений было. И сам об этом говорит, и перед всем миром показывает. Как это так? Да так. То есть, поведает и поп такой. Иоанн Златоуст говорит, обоих сразу нужно извергать, и того, и другого. То есть, оба гибнут. Без эпитемии, без наказания нет нигде. Нигде. И дальше. Готовящимся к окрещению надлежит обучаться в вере. И в пятый день седмицы давать ответ епископу или присвятерам. Шестой Вселенский собор. Правило 78. А это уже Вселенский собор. Попрали полностью. Что интересно. Ну, лукавые. Патериарх, возьми, ты сказал, чтобы за таинство, за крещение, венчание, деньги не брали. А то сценики. Они сразу же, в этот же день переначались. Добровольное пожертвование пять тысяч. Добровольное пожертвование пять тысяч. Да добровольное пожертвование я могу дать и могу не дать. И даже крестить лукавые, лживые. И притом во всей стране утонули в этом. Десятину святую отменили. А Мамону и Вильзевуловича украшают. Дальше. После двух седмиц, четыре десятницы, не должно принимать к крещению. Правило сие относится к крещению возрастных, которые по древнему обычаю совершалось в Великую Субботу. Перед Пасхой. Кто сначала четыре десятницы, или по крайней мере в течение двух первых недель ее, не изъявил решительного желания принять крещение и не начал готовиться, того правило не позволяет принимать крещению всю четыре десятницу, а ожидать дальнейшего усмотрения его усердия к вере. Крещаемым должно изучать веру, и в пятый день седмицы давать ответ епископу или пресветерам. То есть если это пятый день считать за четверг, ну а так и должно быть, то ну пусть пятницу тут, как они сегодня будут, то каждую неделю один раз проходит экзамен. Вот мы это установили, у нас экзамен идет, церковный совет, два поручителя у каждого человека приезжают по Теряевку перед крещением. Можно это вести? Ну как, конечно. Ну а кто вы исполняет? Покажите, назовите мне в храмах. В греческих, финских, там где православие есть. Я говорю только о православии, о католиках тут речи нету. Где? И вот что они придумали? Ну нету, человек ничего не знает. Я зашел в крестилку, крестит человек там 25-30. Ребятишки крещат, священника нету. Где-то он там в алтаре засел. Я могу назвать Сергей Булгак. Бузмаков. Город в Прунзе, теперь Бишкек. А в это время, которое там уборщица-то, она начинает людям показывать, как креститься. А крестить я не знаю. Товрёп, ребятишки крещат. Я стою в сторонке, смотрю, чем же это закончится. Никто ничего не знает. Одетый как попало. Ну видно, что мужчина курящийся, вонь такая идет от них. Женщины там и без платков накрашенные. В это время выходит священник. Он сразу начинает катехизацию. Со слов, все заплатили, квитки у всех есть. Им квиток дается, что заплатил. Ну и кто ответит, да, да, да. Она там рядом контролирует. Тут не протолкнешься. Без веры хоть все будь. А без квитка, что деньги заплатил, не пропустят. Ну и он начинает, он веселый такой священник, видно уже под датой. И начинает, мажет миром. Миром это не елей, которым каждую субботу мажет. А мира, которая по благосостоянию патриарха только готовится. Для крещаемых. Он мажет. И мажет не руку ребенку, которую мать обнимает, а кофточку матери. Я это все смотрю. Когда все это кончится. А что кончится? Ну то, что вот делается. Я после подошел к нему и говорю. Батюшка, а что же это было там? Ты что, опоздал? Не успел? На меня спрашивают. Я говорю, нет, я не креститься. Он думает, что я креститься подошел. Он не знает, что я брат моего брата, который у него там прислуживает на колокольне, ездит в Ташкент, главной епархии, где была, к архиепископу Варфоломею за всякими вещами церковными. Я говорю, как же ты мог так? Сколько там, 15 минут не прошло, 25 человек, никому ни слова не сказал. Да брось ты тут, что он меня вот так вот в грудь ткнул кулаком. Ну, шутейно. Почти, поехали в ресторан. Он первый раз меня видит, уже в ресторан зовет. Я говорю, я напишу это все архиерею, как есть. Ай, да брось ты, Сергей Бузмаков. Я написал архиерею. Ответ очень быстро пришел. Брат поехал туда, к нему. И он говорит, вот это написал, это не твой брат. Он говорит, да, брат мой. Это он сам написал. Я тут же прямо на подоконнике написал, тут же в этом, в крестилке. Ни о каком погружении детей нету, конечно. Он мокрой ладошкой хлоп-хлоп по головам. Готово, готово. Люди лишь бы взять и погулять теперь. И вот, получается. Вызвал меня этот хирей. И когда он узнал, что я сам написал это, и написал не по книгам, а по памяти, он решил меня тут же в священники поставить. Еще хлеще этого Бузмакова. Я говорю, да нельзя меня ставить-то. Я не буду покоряться вам. Как не будете? Надо полное погружение. Так, ну и делай. Так, надо учить. К слову сказать, вот сейчас патриарх, будто бы от патриарха, говорит, должны быть две беседы. А поскольку нет, ну минут там по двадцать. Священники взбунтовались сразу. Как это две? Одной хватит? Ну что у нас делать-то в храме-то? Да какой еретик сектант допустит человека с улицы по-своему, даже к лже-крещению? К слову сказать, мы вот в университете, я вел занятия. У нас подготовка была от трех до пяти лет, пятьсот часов. Полных академических часов. Пятьсот часов. Да еще с ним занимаются поручители эти годы. А потом будет церковный совет. Еще десять человек будут вопросы задавать. Все это записано, в интернете стоит. Вот как. Ну и архиерей-то со мной быстро рассчитался. Я говорю, нет. Сейчас гонение начинается на отца Дмитрия Дудко. Он мой духовный отец. Вот книга у меня есть о нашем уповании. Такая хорошая. Он ее почитал. Говорит, погуляй во дворе. Я зашел. Вот я тебе дам Библию, а ты мне отдай это. Я говорю, я не могу отдать. Это у меня подарок от отца духовного. Он у меня несколько месяцев был, как духовником. Ну архиерей мне сразу денег дал. Добрый архиерей-то. Езжай домой. Тут я кого-то найду. А на твою работу там никого не найдешь. Так это чинно, благочестиво. Расстались и все на этом. Давай, Сергей, дальше. В болезни, принявшим крещение и потом получившим здравие, подобает изучать веру и познавать, что божественного дара сподобился. Ладыкийское правило 45-47. Ладыкийский собор, правило такое-то. И что, вот больной, то есть не просто больной, а при смерти. Клиник называется. Тогда ему никаких сроков нет, и его надо крестить, что он знает. Главное, что сказал, что верю, что Иисус умер за мои грехи, что спасаемся через Голгофу, через его жертву, через его кровь. А потом учить, потому что он выздоровел. Это соборование. И это правило обговорено. Где оно выполняется? Покажи, покажите. Какая работа должна быть здесь проделана, чтобы люди добровольно это делали. Вот здесь Иаков говорит, покажи веру твою без дел твоих, а я покажу из дел моих. Вот у нас две общины, и у нас все до одного крещены в полное погружение. Дальше. Вести четырехстепенную стадию исправления. Эпитимью. Церковное наказание. Кавычки открыты, говори. Кавычки открываются. Плач бывает вне врат молитвенного храма, где стоя согрешивший, должен просить и входящих верующих, дабы они помолились за него. То есть дождь, снег, все твое. Слушание бывает внутри врат в притворе, где грешник должен стоять и до моления об оглашенных. И тогда исходите. То есть он еще не в храме, в притворе только. Это вторая стадия слушания. Первое – плач. Второе – слушание. Если за аборт за один-десять лет, ну и разбивается по два с половиной года. Два с половиной года на улице, два с половиной в коридоре, а потом выйти на улицу надо, после как оглашенно изъедите. Не из храма изъедите, а из притвора. И дальше третья ступень. Ибо правило глаголит. Слушав Писание и учение, да изженится и да нет. Не изженится, женится там придумал. Изженется, то есть изгонится. Слушание – это третья ступень. Плач. Дальше что? Слушание. И да, не сподобится молитвы. Во. Припадающие. Третье. Чин припадающих есть, когда кающийся, стоя внутри врат храма, исходит вместе с оглашенными. А чин купно стоящих есть, когда кающийся стоит купно с верными и не исходит с оглашенными. Конечно же есть причастие, конечно же есть причастие святых тайн. Григорий Неокисарийский, правило 12, из книги правил. И вот здесь припадающих, а потом четвертое, чин купно стоящих. То есть вместе с верными стоит до конца, но не причащается. Вот церковь любящая мать. Даже в мелочи, вот у нас здесь было в среду моление канона Андрея Критского полностью в один день. Это длинное моление, много поклонов. И что придумали монахи? В следующий день, четверг, то и вчера, в одной семье кто-то ходил, а кто-то не ходил в храм. Кто ходил, им разрешается растительное масло, а другим нет. Даже тот и тот поддержать здоровье. Вот даже в этом. И тот, ну, все через желудок шло-то, не через души вера. Это вера не от слышания была, а от кушания. И дальше. Священник, не накладывающий эпитемию, гибнет сам и губит того, кого допускает до причастия, говорит святой Иоанн Златоуст. Ну и сколько сегодня священников губит? Кладбище, я называю скотомогильник. Вообще нету нигде этого. Никакой эпитемии, да что это такое, придумали слово, экономия. Ну, вот она не ходила в церковь, ей 50 лет. Я на нее наложусь сейчас там хотя бы за один аборт, она их сделала, 17. Ну, то есть он начинает дальше уже колбасить. Тебе не надо думать о последствиях. Последствия Бог взял на себя, тебе надо сделать. Наказывай сына чаще, дабы впоследствии утешаться. Чтобы ювенальные листицы отнимут детей. Понимаешь как? Я не могу ничего к этому добавить. Бог берет на себя ответственность за все, что он говорит. И не считается за грех, если ты накажешь его. И вот здесь об этом и говорится. Можно это вести? Можно, конечно. Не было бы сказано. Дальше. Не укоряй человека, обращающегося от греха. Помни, что все мы находимся под эпидемиями. Игорь Зерахов, глава 6 стих. Далее кавычка открывается. Принявшие от Бога власть решить и вязать, должны рассматривать качество греха и готовность согрешившего к обращению. И так употреблять приличное недугу врачевания, дабы, не соблюдая меры и в том, и в другом, не утратить спасение недугующего. Что означает в том и в другом? Чрезмерно не накладывай. Эту меру не превышай, которую святые отцы указали. Но если плачь будет плакать, молиться все время, то на одну треть епископ может скостить. Вместо десяти лет семь. Но уже ниже нету. Не надо потворствовать и не надо чрезмерно давить выше нормы. То и другое вот это означает. Ибо не одинаков есть недуг греха, но различен и многообразен. И производит многие отрасли вреда, из которых зло обильно разливается, доколе не будет остановлено силою врачующего. Почему духовное врачебное искусство, являющему, подобает прежде рассматривать расположение согрешившего и наблюдать, к здравию ли он направляется, или напротив, собственными нравами привлекает к себе болезнь. И как между тем учреждает свое поведение. И если врачу не сопротивляется и душевную рану через приложение предписанных врачеств заживляет, в таком случае по достоинству возмеривать ему милосердие. Ибо у Бога и приявшего пастырское водительство все попечение о том, дабы овцу заблудшую возвратить и уязвленную змеем уврачевать. Не должно гнать по стремнинам отчаяния, не отпускать бразды к расслаблению жизни и к небрежению. Но должно непременно которым-либо образом или посредством суровых и вяжущих, или посредством более мягких и легких врачебных средств противодействовать недугу и к заживлению раны подвязаться, и плоды покаяния испытывать, и мудро управлять человеком, призываемым к горнему просвещению. «Подобает нам и то, и другое ведать и приличная ревность и кающегося, и требуемое обычаем. Для неприемлющих же совершенства покаяния следовать преданному образу, как священный Василий получает нас». Шестой Вселенский Собор, 102 правило. «Смотрите, как подробно заботится. А сегодня и экономия, и буква стоит, и, то есть это послабление. Священник начинает придумывать. А кривие – это строгость. А кривие, вот в этом нас упрягают. Вы строго, ну что строго? Ну написано, если то-то и другое случилось, то-то и то-то. «Накладывайте питьевую». Нет, конечно. Женщина, которая нажила ребенка одна без мужа, говорит, на вторую букву алфавита название ей. И не надо тут какие-то слова говорить-то. Невенщина, ну и прочее. Сегодня они понимают. Максим Степаненко это сказал, как поднялись там эти женщины-то. Ну они там сплошь и рядом такие стоят там в храме-то. Его, он как председатель миссионерского отдела был, его сразу же разжаловали. Вот такое дело. Сказать опасно. Вот это, протопопа в вакуум. Захватил она, женщина блудит. Прямо ее в блуде захватил. Ну там мужика отпороли, теперь он ей начал накладывать. Как ее растянули. Ну и пошли ее ухаживать бичами. А потом он ее под пол где-то закрыл и не знаю сколько дней держал. Вытащил оттуда. Ну не буду больше там, ну что делать. Отпустил ее. А она говорит, бэ, опять за то же. Это он описывает. Ну какая ей пятимья-то. Ну на это уже есть другой закон. В церковь ее не запускать. Она мирской человек и с ней разговаривать не о чем. Вот такие интересные по словарю. Эти дети рождаемые. Они называются выблетки. Выблетки. Суразы. Вот интересно. Дети-то хорошие. И один из них, Василий Андреевич, звать его, от барина там служанка зачала. Барин-то себе позволяли многое. А он взял воспитание. Он не убежал от нее. Он платил за все. Его выучил. И он был самый близкий друг Александра Сергеевича Пушкина. Жуковский поэт. Василий Андреевич. Значит, барин был Андрей. Ну и такие они наследство, конечно, не наследовали. Там ущемлялись в правах. Их там не принимали в высшее учебное заведение. Ну, барин. Заплатил, конечно, кому надо, подмазал. И он выучился. И хороший очень человек был. А в этих калятках у него написано, как девушки гадают в день сочельника. Туфлю через забор бросают. И куда туфля направится носком, значит, оттуда жених приедет. Ну, о женихах больше о чем-то. Это я к слову говорю. Значит, надо заботиться. Родила незаконно. А была верующая. Как? А что я должна одна жить? Надо думать о старости. О старости думать и сделать все блудницей. Вы что говорите-то? Ну, никаких. Ну, а куда денешься-то? Мать верующая, она водится с ним. Ребенок хорошенький, замечательный. Она растет. Но вот ему 16 лет. Они не знают, что с ним сделать. Это от Бога все. Он делается таким выродком. Он в форточку залезет, все утащит. И они ничего не могут сделать. Но вот он тебе о старости позаботится. На 30 лет раньше умрешь, если он тебя не прирежет. Вот я был в лагере. И там бывает, женщина поступает. Ну, тоже она такая гулявая. Ребенка родила уже тут. Арестовали ее, наркотики распространяли. И она там его родила. А ребенка-то отказывается. А бывает охранница, у которых нет ребятишек. И она его усыновляет. Повторяю, ребятишки хорошие. Ну, ребенок, он же еще знает-то. Послушный, учится хорошо. Помогает. Как 16 лет, они как взбесились. Из дома убегают. Это я уже разговариваю с тем, которые приняли ребенка. Ну, почему? Ну, я откуда знаю, почему. Ну, у Бога вымерено. Вот и человек аппендикс, аппендицит. Зачем этот отросток? Сколько людей умерло из-за него? Туда попало. Зачем он? И решили этот отросток, прямо ребенка. Только родиться. И тут же в роддоме отрезать его. Операции удалять. Ну, и все, он вырастет, у него никакой беды нет. Но никто не знал, что будет. Этих детей почему-то кто-то свыше приравнял вот к таким блудным. 16 лет. Сразу начинается обеснование у ребятишек. Бегут из дома, сквернословят. И прекратили эту операцию делать. По сей день никто не знает, как это связано может быть с поведением ребенка. И в таком возрасте вот дальше пошли. Кавычки открываются. Явно предавшимся страстям своим. Не токмо, не ужасаются наказания, определяемого священными правилами. Но дерзнули даже ругателься над онами. То есть над этими. Вот Осипов, он их все правила порушил. Он тысячи людей испортил. Его ни один суд не может осудить. Он, говорится, смерти повинен. Все правила отменили. Никакой эпитемии. Да ты жестокий, да ты такой, да ты. Что ты придумаешь? Вот я ни одного священника не знаю, который накладывал бы эпитемию. А у нас батюшка накладывает. Она уйдет. Так это не твоя забота. Вот как только пост великий так подходит. Батюшка, у меня гастрит, перитонит там начинает собирать. Можно мне там курочку есть. Я не буду свинью-то жевать, а курочку там. У нас никто не подходит. Ни молока не просят. Так же люди болеют. Почему? Да у батюшки права нету давать. Единственное, что он может разрешить, кроме среды и пятницы, растительное масло. Даже вино не разрешается. Только может в субботу, воскресенье. У него права нету. Ну губернатор хороший у нас новый. Я сейчас приду и ему скажу, запишите меня в отряд космонавтов. Я хочу вокруг Земли полетать. Он засмеется и все, скажет, откуда у меня эти права? У меня прав таких нету. Ну скажите, чтобы мне права на машину дали без экзамена. Я и так хорошо езжу. И этого он не может сделать. Он не может. Вот такое дело, брат. Так и здесь. Дальше. Ибо они превращают он и я, и ради страстной воли своей я, и искажают смысл их, дабы по избытку страстного обольщения, как речено Григорием Богословом, зло казалось у них не только осудительным, но даже божественным. Еще бы. Она же детей родила. А тут еще не сделаешь. Как же? От князя родила? Нельзя трогать этого выблитка. И вот такое, брат, дело. И это подробно, в кавычках. Это взято из книги правил, которые каждый человек должен знать. Пожалуйста. Святой Григорий Низкий, правило восьмое. Григорий Низкий, это родной брат Василия Великого. Апостольское правило глаголит, сосуд златый или серебряный, освященный или завесу никто уже да не возьмет на свое употребление. Беззаконно бы есть, если же кто всем усмотрен будет, таковы да накажутся отлучением. Когда Москву Наполеон захватил, то лошадей холодная зима была, заводили в храм. А попонов вот эти, которые покрываются, лошадь нету, так они ризы распаривали и ризами покрывали. И чем это все кончилось? Полный разгром Бог дал. Никакие морозы, выморозили их. И так же с Гитлером было. Апостольское правило 73 Сие правило, излагая к своему оправданию в беззакониях, Они глаголят, что не должно судить достойными извержения тех, Кои досточтимое облачение святые трапезы притворяют в собственный хитон или в некую иную одежду, Ни даже тех, кои святую чашу о нечестие или священный дискос или подобное сему И ждевают на свою потребу или оскверняют. А дискос что такое, Игнарь Тихонович? Ну дискос, на котором просвор и все у него лежит. Вот священник выносит, когда, то есть церковное, А они употребляют на свое, и ждевают, употребляют на свою потребу. Церковное, вот агарки, свечи, нельзя ни одного агарка взять оттуда. А у нас агарков нету, в уставе записано. Свечка догорит, помигает, погаснет. Все. И вот 27 лет ни одного агарка у нас нету. Ни разу с тарелкой за деньгами не ходили. Ничто не продается. А свечи горят чисто восковые. А то нельзя сделать, можно сделать. Конечно, за этим труд, непростой труд, годами. И притом никто не пытается его нарушить. Никто по стенам не ходит, иконы не целует. А иконы подняты высоко. И никто, когда целует Евангелие, икону лбом не стучит. А то и на ущелье, главное, даже царь-то сегодняшний тоже целует икону, а потом лбом боднул. Мы же, когда целуем друг друга, потом лбами-то не стущимся, как бараны. Ибо глаголют они, правило справедливым признает впадающих в сие преступления, подвергать отлучению, а не извержению. Но кто может снести столь великое кощунство и нечестие? Ибо правило подвергает отлучению взимающих, освященное только для употребления, а не совершенно похищающих. А они и расхищают святая от святых, и святотатствующих освобождают от извержения. Также оскверняющих досточтимые дискосы или святые чаши употреблением для обыкновенной пищи по своему рассуждению признают неподлежащим извержению. Тогда как сие есть явное осквернение, очевидно, что сие делающие подлежат не только извержению, но и вине крайнего нечестия. То есть они совершили такое нечестие. Когда Иерусалим пал, то царь Дабухадоносор вынес все сосуды. Они лежали в определенном месте там у него. Никто нигде не прикоснется, сразу смерть ему. Но вот вы помните, Валтасар сделал пир. И сосуды принесли из них, пили и ели, царь и блудница ели. И сразу же возмездие, как говорят буддисты, карма. И на стене кисть руки стала писать. И задрожали, и ослабялись чресла. То есть, ну по-нашему сказать, в штаны наложил. Того ради святый собор определил. Те, кое святую чашу или дискос, или лжицу. Ложечку. Или ложечку, да. Или досточтимое облачение трапезы. Или глаголенный воздух. Воздух. Воздух этот, который, когда при счастье сделали, с двух сторон берут и так колеблют над чашей. И люди понимают, что это какое-то таинство. А это всего лишь мух отгонять. Мух. Они колеблют, чтобы муха не подлетела и не села в чашу, не попала. Воздух. Воздух. Или какой бы то ни было из находящихся в алтаре священных и святых сосудов или одежд, восхитят для собственной корысти. Или обратят в употребление не священные, да подвергнутся совершенному извержению из своего чина. То есть священник перестал быть священником. Ибо в одной из сих есть осквернение святыни, а другое святотарство, а взимающие для себя или для других на несвященное употребление сосуды или одежды, вне алтаря употребляемые, и правила отлучает, и мы купно отлучаем. Совершенно же похищающих он и я подвергаем осуждению святотасов. Вот святотатис, то есть святыню, вот тать, вор, святотатис. И кто не платит десятину, это все святотатцы. Она больше, десятина, она нам не принадлежит. А человек не отдает и ворует. Господь говорит, вы обкрадываете меня. Малахия, вторая глава, считаем, пророка. А где это написано? Двукратный собор, правила десятое, и правила Григория Низского, четвертое, восьмое, восьмое и двенадцатое. И опять кавычки. Благодатью призванные к исповеданию веры и первый порыв ревности явившие и отложившие воинские пояса. То есть вышел в отставку военный, военный вышел в отставку, снял пояс. Да. Но потом, как псы на свою блевотину возвратившиеся... Вот это осляби, осляби, которых Сергей Радонежский благословил. Оно не прямо попадает. Так что некоторые и серебро употребляли, и посредством даров достигли восстановления воинский чин. Таковые десять лет до преподают в церкви, прося прощения, по трехлетнему времени слушания писаний в притворе. Во всех же сих надлежит принимать в рассуждение расположение и образ покаяния. Ибо которые со страхом, и слезами, и терпением, и благотворениями, и обращениями являют делом, а не по наружности. Тех по исполнению определенного времени слушания прилично будет принимать в общении молитв. Даже позволительно епископу и человеколюбия некоторое о них устроить. А которые равнодушно понесли свое грехопадение, и вид вхождения в церковь возомнили для себя довольным к обращению, те всецело доисполняют время покаяния. То есть эти, которые не плачут, а только, ну, виду, срок назначили, он сидит. А в другом бывает условно-досрочное освобождение, даже в тюрьмах есть, за хорошее поведение. Ему пожизненное. А выпустили раньше в Америке, это точно так же, за отменное поведение. Вот так. Первый Вселенский Собор, 12-е правило. Еще кавычки открываются. Если бы кто-нибудь из падших в вышеписанные грехи, исповедавшись, соделается ревностным в исправлении, то приявший от человеколюбия Божия власть разрешать и связывать, не будет достойно суждения, когда, видя крайное усердное исповедание согрешившего, соделается милостивее и сократит эпитемию. Поскольку повествование священного писания показывает нам, якос большим подвигом исповедающиеся, скоро получают Божие милосердие. Не скоро, а скорее, то есть быстрее. Скорее, да. Которые более ревностные, тем короче срока. На одну треть, притом на одну треть, не больше. Быстрее допускаются до причастия. Василий. Василий Великий, третье правило и 74-е. А у него 102 правила. Это стоглав 30-летний. Совсем его выбросили, собор целый. Русский собор под председательством 15-летнего Ивана Грозного. И что интересно, старообрядцы стоглавы это держат. И точно так же нарушают. Еще не только 6-й Вселенский собор, 14-й и 15-й правил запрещают рукополагать раньше 30-ти лет священника, а дьякона раньше 25-ти лет. Так еще в стоглавом соборе еще два правила. Сто глав это, ну, сто правил. Еще две главы направлены на то, чтобы раньше 30-ти лет ни под каким видом не было священник рукоположен. Иначе его извергать. И теперь они бьются. Никон, я в вакуум. Один рукоположен в 21 год, а другой в 23. Вот зараза какая. Оба ревнуют за правила. А это правило перепрыгнуть скорее в священники. А нам некого ставить? Да, конечно, некого ставить-то. Потому что вы молокососами все заставили. И некого ставить. Ну, вот попробуй. Допустим, в Америке я говорю правило, что ему должно быть 35 лет. Президенту. И чтобы он жил не менее 10 лет в США. Никак не мог. Никак. Вот у русских, допустим, глава администрации должен быть, ну, допустим, не менее 30-ти летний. Ну, и в Чечне убили же Ахмата Кадырова. А на его место выдвигают Рамзана Ахматовича. А ему 30-ти лет нет. Он говорит, давайте мы тогда в закон запишем, что можно. А он говорит, нет. Зачем? Я институт не кончил еще. Он закончит институт. И не пошел на это. Путину точно так же предлагали. Сейчас закон давайте ведем, что может три раза. Он говорит, нет, не надо. Он прокладку сделал из Медведева. Подставил его. И он пробыл. А потом по новой он начинает теперь еще два срока. Но в это время, когда Путин не был, уже с четырех лет избрания на шесть. Перевели. Можно было на восемь. Но не пожизненно. И вот он заканчивается. А третий срок не может быть избран. Не может. Но иногда нарушение идет. Потому что понимает, время военное. И Рузвельта избрали на третий срок. А Рузвельта он ходить-то не мог. У него там полимелиты и что-то такое было. Он только сидеть мог. И поэтому фотографии, где Сталин и Черчилль, все они тройка тегеранской встречи, только сидя фотографируются. Вот как понимают это. Его избрали. Нарушили. И он не болел ничего. И он сразу же внезапно умирает. Вот тоже что-то в этом есть. Но Труман пришел на его место-то. А этот более жестко. Павел две атомные бомбы бросил. Пошли дальше. Или все на это сегодня. Ну, давайте закончим. Хорошо. Ты ответь красным здесь. Заведи красным хотя бы пометь, чтобы не искать. Завтра еще у нас может быть. А воскресенье нет встречи. Вот ведь как написано. Ну, все, на этом я ухожу. Заниматься голубями буду сейчас. Володя Потеряевка уже снимки ставит. Надо сказать, ролики я попросил где снять. И уже четыре ролика мы поставили. Он пересылает. Но они небольшие такие. Там по 15 минут. Голубятню посмотрел. Пруды пошел. В домах побыл. Кошек увез как голубей. Все показал. Так, все. Расстаем. Я выключаю. Расстаем.